Здравствуйте! В этом видео уроке будет раскрыта тема, как правильно оформить видео, прежде загрузки его на YouTube. Итак, начинаем по порядку. После того, как мы отсняли видео или отредактировали его, сделали мы обработку какой-нибудь программой своего видео, сохранили его, и теперь необходимо этому видео дать правильное название, чтобы при поиске видео это название, видео было ключевым словом, или так сказать, чтобы оно было заинтересовано тому, кто ищет видео на подобную тему. Для этого необходимо иметь программу, которая будет нам выдавать информацию о ключевых словах. Эта программа называется Wordstat Яндекс.Ру. Это бесплатная программа, просто сперва мы должны зарегистрироваться или создать почту, потом зарегистрироваться в Директе, потом можем начинать делать подборку ключевых слов для нашего видео. Покажу, как это все делается. Здесь мы записываем это слово. Как оформить видео. Мы записываем его кратко и посмотрим, сколько запросов бывает на эту тему. Как оформить видео. Видим, 4616 запросов на эту тему бывает в месяц. Видео, которое мы выкладываем в интернет. И если у нас мало подписчиков, то, соответственно, первоначально и будет мало просмотров. Поэтому нам желательно брать те ключевые слова, где маленькие идут запросы, чтобы эти ключевые слова нам попали в поисковик. Примерно сейчас покажу, что такое ключевые слова. Вот я вам открываю видео. Вот эти зеленые точки, это и есть ключевые слова, которые находятся на первой странице. С ключевыми словами все понятно. Ссылка на этот сайт подбор слов будет дана внизу. Закрываю я эту тему. Набрали ключевые слова. Даем правильное название видео согласно ключевых слов. Делаем описание. Описание делаем не набором ключевых слов, а делаем правильное описание, как сочинение в школе. Внизу описание. Кто желает, делаем ссылку на свой канал. До этого создаем плейлист и делаем ссылку на плейлист. И желательно добавить один или более хештегов. Теги прописываем здесь. Все вот это набрали мы набор, который необходим для создания видео. Берем, копируем название видео. Копировать. Это пока опускаем. Переходим на видео. Переименовать его. И даем то название видео, которое мы подобрали, через ключевые слова. Сохранить. Открываем свойства. Открываем подробную. Здесь ставим 5 звездочек. Здесь прописываем в этой строке ключевые слова. Копируем из ранее прописанных ключевых слов. Вот эти ключевые слова выделяем, копируем и вставляем сюда. Вставили их. Применить и окей. Все, больше здесь ничего не заполняем. Проделали эту работу здесь. Теперь к этому видео мы создаем хорошую картинку. Вот примерно вот такая. Как штукатурить стену. Картинка должна быть красочной, яркой картинкой, чтобы было не темно. И тоже здесь прописываем. Звездочки ставим и прописываем ключевые слова. Все прописали, все это. Окей. Все. Подготовка видео к загрузке у нас проделана. Лучше сейчас проделать эту подготовку, чем потом, когда мы будем загружать. И в этом процессе все это проделать. Лучше заблаговременно это сделать. Я делаю именно так. Многие могут спросить, через какой браузер я загружаю видео на YouTube. Я пользуюсь таким легковым весовым. Браузер Avant, если по латыни читать. Браузер легкий, быстро загружается. С любой страницы своего канала, в правом верхнем углу, есть такой значок в виде видеокамер и плюс. Нажимаем на этот значок. И здесь выбор делаем. Добавить видео. Нажимаем. Сюда можно перетащить файл, а можно просто нажать и будет идти загрузка. Здесь мы выбираем сразу открытый доступ, или доступ по ссылке, или ограниченный доступ, или отложенные публикации. Нажимаем здесь загрузка видео. Выбираем то место, откуда будет у нас загружено это видео. И нажимаем на файл видео. Название видео не должно превышать более 100 символов. Описание не более 5000 символов. И теги не более 500 символов. Здесь прописываем описание, которое мы раньше записали. Выделяем его так. Копируем. И сюда вставляем. Соответственно, и теги так же само копируем. И вставляем. Все. Эта сторона, все. Желаешь им сделать перевод, но я думаю, для начальника этого не надо делать. Здесь выбирается язык, на какой мы хотим перевести. И может перевести хотя бы название или описание этого видео. Но я этого не делаю. Монетизация. Для начальных здесь будет стоять вот такой значок. На этой странице у нас все. Добавляем плейлист сразу. И нажимаем здесь, чтобы она сохранилась. Сразу добавляем значок. Объем значка не должен превышать более 2 мегабайт. Иначе значок не загрузится. Вот появился значок. Это мой значок. Не тот, который будет предлагать YouTube. Здесь мы заходим в расширенные настройки. В расширенных настройках мы выбираем ту категорию, под которой подходит видео. Нажимаем на это и здесь выбираем. Здесь оставляем или убираем галочку. Разрешить оставлять комментарии. Показывать здесь все. Ставим галочку. Если мы поставим здесь одобренные, то все комментарии будут идти после нашего одобрения. Так они не появятся на страницах просмотров видео. Для начальных, у кого мало подписчиков на канале, то соответственно будет и мало идти просмотров. Поэтому здесь желательно убрать галочку, чтобы рейтинг никто не видел. Потому что если увидят рейтинг маленький, то на такое видео с таким небольшим количеством просмотров мало кто зайдет. Лицензия и право собственности. Здесь каждый выбирает сам. Распространение. Ставим везде. Причина отсутствия субтитров. Здесь желательно выбрать. Этот контент никогда не транслировался по американскому телевидению. Настройки распространения этого видео. Если галочку мы здесь поставим, то это видео, даже если кто-то и скачает, то оно будет просмотрено. Если мы здесь галочку не поставим, то это видео, если кто-то поставит в своей социальной сети, то там будет написана ссылка на это видео. И навряд ли кто перейдет по ссылке, чтобы просмотреть это видео. Поэтому я здесь галочку всегда ставлю. Опубликовать в фиде подписки. И здесь ограничение по возрасту ничего не ставим, если это видео подлежит просматривать в любом возрасте. Язык видео выставляем, тот, который мы желаем. Здесь галочку ставим, разрешить другим пользователям, переводить субтитры. Дату я не ставлю. Показывать всем статистику на просмотр видео. Я здесь ставлю, а у кого мало подписчиков, то да, лучше здесь галочку пока не ставить. Как наберется определенное количество подписчиков, потом можно вернуться на это видео и поставить здесь галочку. Заявление о контенте. Мы проставляем галочку только в том случае, если в нашем видео будет присутствовать реклама. А если ее нет, то галочки здесь не ставим. Все, ждем, когда загрузка завершится. И потом продолжим еще настройки видео после загрузки и обработки этого видео. После загрузки и обработки видео, переходим на страницу панели управления или видео. Нажимаем на ново создавшееся видео. Здесь переходим на конечные заставки. Добавить элемент. Нажимаем. Создать подписка. Это я передвигаю на свое место. Здесь, в нижний правый угол. Потом добавить видео или плейлист. Я добавляю выбранные и плейлисты. На каждый может добавлять хоть видео, хоть плейлисты. Что ему хочется, то пусть и добавляет. Прежде всего я добавляю тот плейлист, в котором будет находиться это видео. Как самому сделать. Создать нажимаем. Передвигаем его на место, где хотим. Добавить листы. И теперь нажимаем вкладку сохранить. Теперь включаем предварительный просмотр. Включили. И вот сейчас будем наблюдать, как оно все это будет идти. Как желающий сам сможет проделать подобную работу. Здесь трудного ничего нет. Вот так будет выглядеть, конечно, заставка. Теперь переходим на подсказки. И здесь добавляем те подсказки, которые мы хотим добавить сюда. И в любое место их располагаем. Можно добавить до пяти подсказок. Нажимаем. И подсказку выбираем, которая нам нравится. Тут я в подсказках выбираю, соответственно, видео. Передвигаем ползунком в то место, чтобы оно было в этом месте показано. И так добавляем остальные подсказки. Сколько нам необходимо здесь добавить. Здесь есть еще такая функция. Улучшить видео. Эта функция работает так. Здесь мы загрузили видео. И что-то хотим там подкорректировать. Или сделать размытие области, чтобы не было видно лица. Тогда мы нажимаем. Применить размытие лица. И также размытие области. Все здесь мы сделали. Обрезку, кто желает, тоже можно нажать на обрезку. И тут необходимо какой-то кадрик вырезать. Тут по миллисекундам все идет. И можно вырезать любое место в данном видео. Потом, когда мы нажали, разделить, сохранить. Потом с этим видео будет вестись обработка. И видео будет только в том формате, в котором мы хотим сохранить. Вырезка, конечно, не будет показываться зрителям. Все здесь мы все это проделали. Информация и настройки. Возвращаемся назад. И теперь нажимаю опубликовать это видео. Все. Вот такие необходимые настройки в видео проделываем, прежде чем загрузить его на YouTube. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok